24 мая 2024 год. Ставлю телефон, бликует лысина, не привычит алысого. Вспомнил, в комментариях написали, верди, прежди, скин. И вспомнил свой афоризм. Не помню, когда написал его, но звучит он так. Лавровый венок, чтобы блестящий ум не затмевала лысина. В общем, сейчас не об этом. Я сейчас пришел, опять же, оду своему тщеславию петь. Надеюсь, у меня его нету, но просто посмотрите, народ. Сейчас у нас ушло за месяц 6 генералов из Российской Федерации. Я только что просто посчитал, я прозрел. 24 апреля, то есть месяц назад, ровно, вот опять же, отсылаю, предыдущее видео сказал. Максим Костенко-Харьков, в Ютубе найдете канал и там посмотрите. Называется видео «Мирные города» от 24 апреля 2024 года. Я сказал, что сняли заместителя Шойгу, этого Тимура Иванова, с эклектичным таким именем фамилии. И я сказал тогда, ровно месяц назад, что это сейчас начнется схватка бульдогов под ковром. Как Черчилль говорил о том, что политика Кремля – это схватка бульдогов под ковром. И сейчас из этого ковра, говорил уже, я буду только головы окровавленные выкатываться. Но я, честно говоря, не знал, что, ребята, шесть генералов. То есть за время вот этой войны масштабной, да, за третий год войны идет, на поле боя Россия потеряла шесть генералов. И одного, ну, шесть генерал-лейтенантов и одного генерала-майора. Наоборот, наоборот, шесть генерал-лейтенантов, короче, ну, семь генералов, тех, что в некрологии есть, да. А тут за месяц, за месяц, считайте, убирают заместителя Шойгу, арестовывают этого Иванова, да. У него должность гражданская, но она эквивалентная генерала, генерал-майора, ну, короче. То есть убирают этого Тимура Иванова, потом убирают Кузнецова. Иванов минус, Кузнецов минус. Кузнецов это кадровик Министерства обороны, между прочим, ну, тоже такой же зам Шойгу, да. Да. Кузнецов, Иванов, кого убирали, что? Кузнецов, Иванов, Попов. Иванов, Ситров, Пидоров, в общем. Иванов, Петров, Сидоров. То есть, Попова это генерал армии, да, командующий армии, 58-й, по-моему, был тут под Запорожьем, против нас в прошлом году воевал. Помните такое? Не, помните, неважно. Арестовали тоже за то, что он там металл продал. Кузнецов это кадровик, кузнеца кадров, да, арестован Кузнецов, арестован Иванов, арестован Попов. Ну, потом они решили, что хватит уже русских фамилий, давайте уже как-то. Мы перешли на Шмарина, на Шамарина, на Шамарина, Шамарин. Шамарина арестовали генерала. Генерал Шамарин, это буквально вчера, позавчера. Генерал Шамарин, он был заместителем генштаба этого, Герасимова. Герасимов это тот, который, взорвал Каховскую УГС, произвел мумуфикацию, блин, части из российских подразделений там. Да. Шамарина арестовали. Но этого было мало. А еще и сегодня, вчера, я не знаю, этого, как его, Шампур, Шампур, Вертелецкий, Вертелецкий. Вертелецкого еще, блин, нафиг арестовали. Это тот, который по снабжению занимался, по оборонзаказу он занимался. Вертелецкий. Посмотрел в глаза, то Ветлицкая. Посмотрел в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать. Да, и, блин, потом уже решили, ну что такое, значит, уже есть набор из трех богатырей, чисто русских. Иванов, Попов, Кузнецов. Еще парочку таких непонятно поляк и евреи, да. Шамарин, Вертелецкий. Надо что-то, как дружбу народу. Я с дружбы народов в Харькове. Улица дружбы народов. Которые разнесли нахрен эти расисты. В 22-м году и сейчас продолжают, наверняка. То есть, и они, блин, добавили туда Ахмедова. Вот Ахмедова, ну, правда, еще не арестовали, просто сместили с должности. Ну, я думаю, там, сказал А, будет и Б. Ребята, блин, за месяц похренячий. Я сказал, что, блин, вот приятно, когда ты оказываешься прав. Ну, правда же, это же приятно. Вы понимаете мое удовольствие от того, что такое прогноз? Ну, я, конечно, опять же, мне говорят, ты чересчур оптимистичен. Там вот это видео, там я даже снимал, рафинированный оптимист, сам про себя говорю. Ну, в общем-то, ребят, иногда мне кажется, что, ну, тут никакого... Я недостаточно оптимистичен. Чтобы кто-то мне сказал, что за месяц, блин, Шойгу снимут с должности министра обороны, который там сидел сколько, лет 10? Чтобы, блин, Патрушева уберут, блин, нафиг корабелом сделают. Летучий корабль отправят его, строят там. Земля прощает. Да? Классный был мультик. Классный был Патрушев. Да, и что дальше, говорят? И, блин, мне бы кто-то так сказал, помимо того, что убрали Шойгу, на его место, на место Шойгу министра обороны поставили щитовода. Чтобы он посчитал, вот это же я говорю, что когда экономику переводят на военные рельсы, значит, воровать будут вагонами. Вот 9 мая афоризм написал, тоже, по-моему, как раз в тему пошло. И вот этого поставили туда Белоусова, для того, чтобы он проверил, а что ты, какие рельсы, какие, блин, где рельсы, где шпалы, где вагончик запоздал, и поезд запоздал. Ему заместители поставили тоже в Министерство обороны еще одного щитовода, не помню там фамилию какую-то, ну, тоже щитовода. То есть сейчас у нас в Российской Федерации, ну, то есть у них в Российской Федерации, то есть у нас только в черных пакетах кусочки Российской Федерации валяются, вот там подработина на блиндажах у меня под ногами, кусочки черепов там, так вот, то есть у них в Российской Федерации сейчас в Министерстве обороны, это щитовод Белоуса, у него заместитель, аудитор какой-то, ну, тоже такой же, тоже, блин, в Министерстве обороны, в общем, занянул. Но все равно это приятно, зараза, да чего приятно, что так оно все. А я сейчас послушал, Путин заводит разговоры о мире, что там надо останавливаться, отмириться. Хренас два, блин, какой останавливаться мир? Ну, он типа того, что где мы стоим, там мы остаемся, это уже наше, что мы захватили. Хрена тебе, блин. Там миллионы наших граждан в оккупации. Я не говорю про земли, у меня даже про земли как-то, знаете, честно говоря, там миллионы людей, которые сейчас под этим расистской оккупацией. Их надо, блин, возвращать, чтобы они не превратились в такое уже расистское отродье, которое потом пойдет, вырастут эти дети и станут, блин, нафиг, в строй янычарами, блин, нафиг, их погонят потом дальше на Киев, на Варшаву. Все будет Украина. Субтитры создавал DimaTorzok